добрый день наши дорогие друзья наши дорогие садоводы мы снова в саду и берем с собой вас оставайтесь с нами у нас сегодня очень хорошая погода у нас сейчас рано-рано утро а солнышко уже хорошо светит и в такую погоду я решила сделать подкормку дрожжами своим растениям все никак не могла собраться то некогда то дожди в основном у нас все были дожди пасмурно такую подкормку садись 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 такую подкормку нужно делать теплую погоду чтобы температура воздуха была градусов 25 тепле тепло было чтобы почва теплая была и меньше плюс 15 градусов и вот сегодня я как раз делаю сейчас настой хорошо все перебродит и потом я все полью вот я беру трехлитровую банку тепленькой водички сюда да баба давай пойдем пойдем делать будешь мне помогать давай будешь помогать ты же мой помощь да ты же мой помощь давай так вот сюда тепленькой водички и минут тридцать начало постоит активизируем 5 столовых ложек сахара все вот садись молодец молодец до 5 столовых ложек сахара о какой будет сахар да вот сейчас минут несколько постоит чтобы дрожжи размешались тепленькой водички что дает нам дрожжи дрожжи это микроорганизмы бактерии грибки они попадают в почву и начинают активизироваться сами и активизировать почвенные бактерии которые уже у нас есть в почве заставляет их активнее работать перерабатывать растительные остатки то есть создается определенная микрофлора в почве и растение усваивают лучше все микроэлементы которые в ней есть особенно обогащают азотом и фосфором сейчас я это все разговариваю делать нужно это в теплую погоду так как бактерии эти живут только в тепле и в земле они работают только сутки и вот этот раствор тоже держать долго не надо несколько часов сейчас я его добавлю этот раствор до трехлитровой банки до полностью трехлитровой банки закрою тряпочкой поставлю в теплице и через несколько часов уже можно поливать мы добавили водички немножко не до конца потому что будет брожение и так вот тряпочкой сейчас закрою и поставлю в теплице оставайтесь с нами мы сегодня делали настой дрожжевой с утра он у нас простоял где-то часов 12 наверное пузырьков уже нет он перебродил сейчас будем поливать мы начнем с томатов томаты я убрала опять пасынки как обычно подвязала к опорам здесь все пасынки убрала на детерминатных вот этот пасынок оставила вот они уже у меня вот так вот будут вот этот я еще уберу вот они вот один пошел и вот второй пошел вот так два они у меня будут вот 200 миллилитров я наливаю ядро воды и вот таким растворчиком по пол-литра на растение так начну с этих и начинаю я формировать перец перец формировать можно в два стебля можно в три стебля вот как он раздвоился вот здесь вот в развилке можно оставлять какой-то взять за основу из этих один для чего надо формировать перец чтобы он был крупный потому что вот посмотрите вот он развилка да вот он пошла вот развилка здесь пошла опять развилка вот он пошел побег на побеге опять пошла развилка и вот сколько таких развилок будет на кусте у вас будет перцев много но они будут не крупные если вы покупаете крупные перцы и хотите чтобы они были такие как заявлено производителем их надо формировать ну во первых вот у я убираю вот это вот все все эти боковые побеги все вот это вот я убираю чтобы не тратила силу наши растения именно вот на это до развилки все боковые побеги и все листья вот так даже вот этот машин тоже убрать вот так дальше идет развилка вот можно взять как бы два стебля ну вот как мы томаты формируем тоже ведем два стебля пасынки убираем здесь будем убирать побеги боковые вот эти две два стебля вот у него пошла развилка если смотреть чтобы вот один например выбираете какой вы дальше будете продолжать вот на я буду продолжать вот этот вот он как бы потолще покрепче вот этот у меня пойдет дальше побег вот этот перчик я здесь оставляю и вот на этом побеги боковом я оставляю вот этот перчик и листочки а вот это я убираю все теперь дальше вот этот побег пойдет Вот у него также опять две развилочки, вот уже видите, вот оно. Опять развилки, опять в серединке вот этот вот перчик. То есть он когда подрастет, этот побег, я опять оставляю вот этот. И один вот из этих вот так же, вот так же как этот, я убираю. Выбирайте какой оставлять, какой убирать. Ну в основном вроде как бы, который вовнутрь смотрит, его вот этот, уже можно будет убрать вот этот, который смотрит сюда. А тот я оставлю, пусть здесь будет свободно, пусть здесь будет продуваться. Можно оставить еще один стебель. Вот, например, вот их два, бывает на три расстроиться. Вот в основном, ну вот у меня по-моему нету, я посмотрела, в основном все на два. Где-то да, там все тоже на два. Поэтому я оставлю вот этот вот один, и на этом вот, вот здесь вот, я их оставлю два. Вот сейчас я его не буду убирать, вот этот я один сделала, как мне надо, жду от этого. А этот я сейчас делать не буду. Только если, например, в два бы вести, то я так же опять сделала. Вот этот оставила, а вот здесь бы вот так, вот так вот прищипнула ему. Все, побег. Но я его оставлю, потому что я за основу возьму вот эти вот потом два. И вот так сейчас я все перчики так вот все сделаю. Я пока тут перчики формирую, Настя польет огурчики, опять же, этим настоем дрожжевым. А завтра я посыплю золой все эти растения под золой. Можно сделать настой золы и полить. А можно просто посыпать, и с поливами зола пройдет. Дрожжи, когда работают, они очень много забирают из почвы калия и кальция. И чтобы восполнить вот это, чтобы не было дефицита калия и кальция после такой настойки дрожжевой, обязательно должна быть подкормка калием и кальцием. Ну, самое оптимальное это зола. Вот это нужно сделать. Завтра я посыплю. Сегодня мы весь день с девчонками пололи. Лук пропололи весь. Морковку я прополола. Все грядки сегодня с девчонками все обработали. И вот все мы это пропололи. И чтобы не привлекать эту луковую муху и морковную муху, мы же все потрясли, мы сейчас польем все нашатырным спиртом. Во-первых, это и подкормочка азотная после прополки. Сорняков нет. Все питание нашим растениям. И все-таки это против луковой и морковной мухи. Настя сейчас вот будет. Две столовые ложки Настя на 10 литров АД. Она это уже знает, каждый год это она делает. А что ты глаза закрываешь? Щуришься от солнышка? Да уж солнышка-то нету, уже вечер глубокий. И так что вот сейчас Настя это сделает. Доделали мы теплицу. Ну немножечко внутри не доделали еще. Времени у нас чего-то уже не хватает. Грядки только боковые сделали. Посередине грядку, видать, осенью будем. Так посадила середину просто помидор. И сейчас мы еще с девчонками сделаем подкормку земляники, земклуники таким ягодам. Она уже вовсю цветет. И сделаем ей подкормку. Вот здесь у меня настояла стакан золы на 10 литров воды. У меня настоялся этот раствор. Сейчас я его процежу. Как вот он, чтобы не взбаламутить его там, как он есть. И сейчас я его процежу. Здесь я размешала 2 грамма борной кислоты. Тепленькой водички. Выливаю сюда же. Так, зола у нас идет. Это удобрение. Как бы подкормка. Борная кислота. Это для завязывания, чтобы не осыпались завязи, чтобы цветение было обильное. 2 грамма марганцовки. У меня все по 2 грамма сделано. 2 грамма марганцовки. Это чтобы тоже против болезни. Давай, давай. Так, и столовая ложка йода. Все сюда. Еще. Вот таким растворчиком мы сейчас опрыснем землянику, клубнику, земклубнику. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ой, ой, ой. Ой, ой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова